Прошлое собрание Михаил Крюков, помните, очень вдохновенно рассказывал, как нужно ездить, как нужно не просто сидеть в своей церкви, где тебе уютно, хорошо, но просто посещать еще другие церкви и ободрять верующих там и общаться. И я вспомнила, как мы, когда были молодыми, делали то же самое. После каждого собрания в нашей Екатеринбургской церкви мы ехали в небольшую церковь в городе Среднеуральск, где мы сами же основали эту церковь своей евангелизацией. И каждое воскресенье мы ехали туда, мы проповедовали, опекали их. И у нас это была такая постоянная практика. Но вот прошли годы, и сейчас уже после воскресного собрания как-то не хочется особо никуда ехать. Хочется отдохнуть. На самом деле какой-то молодой задор, вот этот энтузиазм, он угасает. Сил становится меньше, и мы как-то вообще не хотим никуда двигаться. Мы хотим больше спокойной жизни. Ну, заняться своими делами, заняться, может быть, в огороде покопаться. И, ну, такова вот жизнь. Но Библия говорит, что мы с вами странники и пришельцы на этой земле. И я сегодня в начале своей проповеди хочу рассказать об одном человеке, который всем странникам странник. Можно вот вывести сейчас его портрет. Это, вряд ли вы слышали это имя, Джеймс Холман. Вот такой вот непримечательный с виду человек обладал очень интересной судьбой. Он, вот я вам сейчас скажу, где он был. Он был в Сибири, в Монголии, Иерусалиме, на Маврикии, в Китае, в Африке, а в Америке, в Австралии. Это был 19 век. Сами понимаете, что там приходилось путешествовать в основном пешком. В итоге он преодолел 400 тысяч километров за свою жизнь, что равняется 10 раз обойти вокруг экватора или один раз слетать на Луну. Этот человек, он за свою вот такую страсть к путешествиям был назван самым усердным путешественником в мире. Ну, это само по себе уже достойно удивления. Но сейчас я вам сообщу еще одну вещь о нем. Если вы посмотрите внимательно на его портрет, вот я не знаю, насколько здесь видно, то можно заметить, что у него странный взгляд. Глаза как бы расфокусированы. Они смотрят в разные стороны. И это потому, что этот человек был полностью слепой. И я вам скажу, как вообще все получилось. Такие вроде бы несовместимые вещи. Слепота и вот такое вот количество путешествий. Практически он был по всему изученному миру. По всему открытому миру на тот момент. Он в 12 лет пошел... Он не сразу ослеп. В 12 лет пошел служить на флот. Королевский флот Британии. И служил там до 25 лет. Вдруг его поразила необычная болезнь. Суставы его начали очень сильно болеть. И потом вот это все перекинулось на зрительные нервы. Он стал слепнуть. И результатом было то, что он ослеп полностью. Естественно, служить он больше не мог в военно-морском флоте. Его выписали как бы на берег. И сделали его винзорским рыцарем. Звучит красиво, но на самом деле это означало то, что ему просто дали пенсию. Он стал пенсионером. Ему 25 лет. Он полон сил. И он должен жить в своей маленькой квартирке один. И у него была единственная обязанность. Он должен был несколько раз ходить в церковь и молиться за королевскую фамилию. Это было единственное, что он должен был делать. И вот такой деятельный человек, он не смирился с этим. Он хотел большего. Он закончил университет, изучал медицину и словесность. И вот настолько его мучила эта жизнь в замкнутом пространстве, что его боли возобновились. Он снова стал страдать от боли. И врачи убедили вот этих попечителей ордена отпустить его путешествовать. И с тех пор он всю свою жизнь, возвращаясь иногда в Англию, представляете, вот тоже такая спокойная, в общем-то, сытая жизнь, да, в такой прекрасной стране. Он вот променял это на то, что случалось с ним. И иногда даже очень опасные вещи с ним случались. Вот он пытался пересечь Сибирь, например, но ему не дали. Заподозрили, что он шпион, потому что никто не верил, что кто-то может просто так ходить по Сибири. И депортировали его. Ну, это Россия, да. Потом он был в лесах тропических. Он спасался от лесных пожаров. Он преследовал работорговцев. Он вел переговоры с охотниками за головами. Он попадал в зоны военных конфликтов. Он даже поднялся на Везувий во время его извержения. И чуть не сжег себе подошвы в обуви. Причем путешествовал он один, совсем один. И без всяких проводников. И не было у него каких-то вообще роскошных условий, потому что все, что у него было, это одна пенсия. Она была не очень большая. Он с собой еду носил, чтобы сэкономить деньги. И также он иногда расплачивался за перевозки своими рассказами, которых у него было множество. Вот такая удивительная судьба. Кроме того, он еще вел научную работу по распространению семян. И его даже избрали членом королевского общества научного. Вот таким образом человек жил свою жизнь, будучи совершенно слепым. И люди, общество, оно реагировало неоднозначно. Еще скажу. В течение всего этого времени он написал 10 книг. И писал он сам, без диктовки. У него было специальное приспособление. И он как-то, каким-то образом это сделал. Люди неоднозначно реагировали, потому что даже в наше время, вот такие люди, их называют с ограниченными возможностями. Они реально с ограниченными возможностями. И не все могут вести такую полноценную жизнь. А в то время у слепых людей было всего два варианта своей жизни. Это либо пойти просить милостыню, либо надевать такие большие уши ослиные и идти в цирк смешить всех, как клоун. Ну и еще вот стать каким-то почетным пенсионером. То есть люди удивлялись, как вообще такое может быть. И даже не одобряли его. Понимаете? Они спрашивали, зачем ему все это, когда он ни одной страны, где он был, даже не видел собственными глазами. И Джеймс Холлман объяснял. Знаете, говорит, то, что у меня нет зрения, в каком-то смысле сделало меня истинным путешественником. Истинным странником. Что значит истинный странник? Это значит человек, который не просто как турист. Знаете, вот так вот проехал везде, посмотрел, увидел достопримечательности и все, уехал, забыл. Но он на самом деле вынужден был не полагаться на поверхностное чувство зрения, а разговаривать с людьми и выспрашивать их. То есть он шел вот в суть. Он пытался проникнуть в суть их жизни, этих людей. И вот история Джеймса Холлмана очень поучительна. Я вижу тут три важных урока, которые мы можем извлечь для себя, если мы хотим научиться быть настоящими странниками. Не туристами духовными, но странниками. И эти уроки таковы. Первое. Настоящий странник прокладывает новые пути. Второе. Настоящий странник не привязывается ни к чему. Он просто не успевает привязаться. Он каждый раз в разных местах. И третье. Настоящий странник идет вглубь. Он не удовлетворяется вот этим внешним, то, что он видит. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Новые пути. Я думаю, вот новые пути, это как раз и есть те узкие пути, о которых говорит нам Слово Божье, да? Которые ведут к жизни. То есть мы должны их искать. Хорошо, как мы их будем искать, когда мы ведем оседлый образ жизни? Вот мы с вами не можем вот так бросить все, да? Или у нас нет такой потребности вот куда-то без конца ездить, идти, прокладывать какие-то еще и маршруты интересные. Но есть хорошая новость. Путешествовать можно не только во внешнем мире, по земле. Путешествовать можно даже просто в собственной голове. И вот я хочу, чтобы вы сейчас показали картинку нейрона. Маленький такой нейрончик. Я думаю, сейчас уже все, в принципе, в курсе, да, как они выглядят. Это та самая клеточка в нашем мозге, благодаря которой мы вообще можем думать, запоминать. И вот все, что наша личность, вот она вся, в общем-то, получается благодаря действию вот этих маленьких клеточек. И вы знаете, сколько у нас их в голове? Сколько у нас их в голове? Сколько? Раньше думали, что 100 миллиардов. Сейчас посчитали точно. Говорили, примерно 100 миллиардов. Посчитали точно. И оказалось, что до 100 миллиардов мы не дотянули немножко. 86 миллиардов. Вот таких вот у нас нейронов. Ну, они по-разному выглядят в разных частях мозга. Ну, примерно вот так. Такие клетки с отростками. Представляете, 86 миллиардов, это неплохо, правда? Это целая вселенная. И чтобы там не заблудиться, вот во всем этом огромном количестве, в мозгу есть такие нейронные дороги, которые называются, ну, цепи нейронные или сети, как хотите их можете называть. Видите? То есть, как они работают? Они работают по принципу наезженной колеи. То есть, чем больше вы делаете, и чем чаще, какое-то действие, да, от повторений, от повторений, связи между нейронами определенными, они укрепляются. В конце концов, они соединяются прямо в такие дорожки. И получается, что, получается вот такая вот дорога, которая, по которой сигнал идет очень быстро, без всяких затруднений. С одной стороны, это хорошо. С одной стороны, это хорошо. Потому что мы из-за этого мы можем учиться чему-то и не забывать потом, не терять навык. Представляете, если бы вам каждый раз приходилось на велосипеде учиться ездить снова, да, или учиться, например, ложку до рта доносить. Это очень сложно. На самом деле, мы можем что-то запоминать. Но если все время использовать только вот эти наезженные колеи, наезженные дорожки, то мы себе, в общем-то, объединяем наше существование. Потому что, с одной стороны, мы не узнаем ничего нового. А с другой стороны, все остальные территории нашего мозга, они как бы затвердевают и лишаются пластичности. Вот это вот свойство нашего мозга, пластичность, оно очень замечательно. Потому что благодаря ему мы можем не только прокладывать эти дороги, но и перекладывать их. Вот считается, у детей, да, на самом деле, очень пластичный мозг. На самом деле, там столько вот этих нейронов отростков разнообразных, что иди куда хочешь. Везде тебе будут связи, везде тебе рады. Потом, когда человек взрослеет, то, что не использовалось, оно постепенно отмирает. И остаются вот эти наши дорожки, да, уже протоптанные. Но при этом, при этом мозг не утрачивает пластичность совсем. Да, во взрослом возрасте он не такой уже пластичный. Но всю жизнь мы можем поддерживать его в достаточно таком подвижном состоянии. Вот подумайте еще раз, вернемся к этому путешественнику, да, Джеймс Холлман. Вы можете вторую его картинку показать. Как это вообще было возможно? Можно ли себе это представить? Что человек идет, не поймешь куда, он не видит, куда он идет. Как он преодолел? Это же не сказка, это настоящая, реальная история. И вот скажу вам разгадку, да, что в итоге получилось у Холлмана. Вот его путешествия стали возможны благодаря использованию его мозга. Интересным способом. Видите, у него в руке трость, вот на этой картинке. И он с этой тростью никогда не расставался. И что он делал? Он когда шел, он не пользовался ей, как вот иногда мы видим, да, ощупывают, как бы вот палочкой слепые, ощупывают перед собой дорогу. Он это делал не так. Он каждый из нескольких шагов стучал по дорожному покрытию. И звук, шли звуковые волны от этого стука, они отражались от разных предметов, с разной скоростью достигали вот эти отражения его мозга. И после определенной тренировки он научился считывать эти паузы. И уже понимал, какая местность перед ним, что перед ним находится. Благодаря вот этим отраженным волнам. Называется этот метод эхолокация. Ему понадобилось годы тренировки, но он освоил это и стал очень хорошо понимать, что вот сейчас перед ним один вид местности, а в другое время здесь стоят деревья, здесь обрыв, здесь река. И более того, эти отраженные волны давали ему представление о том, какого размера предметы перед ним, какой они текстуры, какой формы. Он все видел через свою палочку. То есть его мозг, он перестроился, вы понимаете? Вместо зрительной информации он стал получать вот эту информацию в обход через уши, через слух. Ну неудивительно ли это, да? Получается, что вот наш мозг может отходить от каких-то стандартных путей прокладывания маршрутов. Есть какие-то стандартные. Ребенок рождается, ну и все примерно так должно быть одинаково у всех. Но в каких-то исключительных обстоятельствах мозг может искать обходные пути и находит их. Этим объясняется, как люди после инсульта или после каких-то травм тяжелых возвращаются к полноценной жизни. Значит, у всех есть надежда. Аминь. Спасибо, Валера, за поддержку. Вы можете тоже как-то меня поддерживать немножко. Хорошо, а если у вас, вот вы сидите здесь, да, вы не слепые, не глухие, ну может не совсем. У вас, ну не потеряны навыки какие-то, да? То есть вы нормальный, полноценный человек. Зачем вам тогда вот что-то стараться, что-то там перестраивать, что-то находить? Зачем это делать? Можно жить на автомате. Вот научился чему-то в молодости, там в юности, живешь, тебе хватает. У тебя принцип наезженной коллегии. Ты едешь на работу, там работаешь, одно и то же делаешь, встречаешься с одними и теми же людьми, возвращаешься, домашние дела. Потом какие-то развлечения в виде интернета, телевизора. Все, день прошел. Никаких, как говорится, неожиданностей. Вот это опасно, друзья мои. Мозг ваш может затвердеть и стать таким, как керамическая ваза. Не надо нам такого. Мир сейчас очень мобильный и он требует от нас тоже мобильности. Вот, что я хотела дальше сказать, что это ведь трудно. Ну, тот, кто пытался когда-нибудь, например, научиться водить автомобиль в зрелом возрасте, он знает, что это такое. Или кто пытался выучить иностранный язык, да, когда уже тебе много лет. Вот я сама села за руль в 37 лет. Согласитесь, уже немолодой возраст. И было очень тяжело. Я думаю, все женщины, которые проходили вот это вот, вот это, даже не знаю, как это назвать, испытания в своей жизни в виде обучения, экзаменов, первых каких-то месяцев на дороге, никто не забудет этого. Именно женщинам тяжелее, не потому что они глупее, друзья мои, а потому что просто у них психофизика хуже к этому приспособлена. Женщины, мы такие же с вами умные, скажите аминь на это. Да, просто все правила дорожного движения, они заточены под мужской мозг. И поэтому женщинам к ним тяжелее приспосабливаться. Ну, тем не менее, ну, да, я помучилась, я потрепала нервы себе, своему мужу, я там попугала водителей на дорогах, посмешила людей на стоянках. Но научилась. И сейчас езжу без всякого напряжения. Слава Богу. То есть это требует, конечно, определенных усилий, да. Но они стоят того, чтобы их вот применять. Или, например, даже не будем брать глобальных вещей, а просто возьмем какие-то наши мелкие привычки. Мелкие привычки. Вот приходим мы, например, с работы домой и сразу орем на детей. Вот как знакомая ситуация. Вот почему так происходит? Мы же их любим. Любим. Но когда мы только подходим к двери своей квартиры, мы уже начинаем раздражаться. Почему? Потому что мы уже предвкушаем, да. Что сейчас там они все разбросали. И все перепутали. И забыли помыть посуду. И везде все в каком-то хаосе. А ты устала. И ты думаешь, ну, я уже не могу. Открываешь дверь, и любая мелочь, ты уже в настрое в таком соответственном. Любая мелочь просто сразу спускает вот этот предохранитель и начинается. Или, например, некоторые люди, они очень гневаются сильно. И в своем гневе они уже теряют над собой контроль и могут даже избить кого-то. Ну, чаще всего попадает, опять же, детям от таких гневливых людей, да. Но это иногда мешает им очень сильно в жизни. Потому что они могут даже на работе где-то разозлиться и подраться. Ну, и много таких всяких вещей, которые являются такими неприятными. Это ведь тоже не просто так. Это все протоптанные некие пути в нашей голове. И, ну, я вот такой, я такой, что я сделаю? Проблема-то в том, что если бы ты один от этого страдал, а страдают от этого еще люди, которые связаны с тобой. Вы понимаете, проблема в том, что люди, они, может, и не проблема, но есть такое как бы явление, что люди связаны между собой. Вот как сейчас мы связаны социальными сетями между собой, так в жизни мы связаны такими же еще более прочными связями. Только этого не видно. Получается, мы как-то все отдельные. На самом деле эти связи существуют. И это объясняет, вы знаете, такое явление цепная реакция. Знаете, да, цепная реакция. Если что-то началось, оно идет дальше. И, казалось бы, люди, которые не связаны друг с другом, они начинают реагировать и вступать в эту реакцию. Поэтому наши с вами привычки, наши с вами какие-то каждодневные вот эти маршруты, они непосредственно касаются всех остальных. И не только даже тех, с кем мы связаны напрямую, с нашей семьей, например. Но это все идет дальше, как круги по воде. И, знаете, мы посмотрели один фильм не так давно, называется «Три билборда на границе чего-то там». Не помню какое-то название, очень сложное. И в этом фильме как раз вот об этом явлении идет речь. Думаю, кто-то смотрел. Вот там очень тяжело его смотреть, этот фильм поначалу, потому что одна женщина, она пережила на самом деле трагедию в своей жизни. И виновника не нашли. И вот как бы все уже успокоилось, все подзабыли, как-то все это все улеглось, виновника не нашли. А она не могла вот с этим жить спокойно. Ей казалось, что вот она просто должна отомстить. Она должна хотя бы как-то увидеть этого человека, чтобы его наказать, чтобы, ну, потому что реально это было ужасно, то, что там сделал этот человек. И она начинает вот это вот неудовлетворенное чувство мести и вот этой злобы, вот этой боли. Она запускает вот эту реакцию, и она там делает такую общественную акцию, и весь вот этот городок маленький, он взрывается просто. И вот всю первую половину фильма они друг друга кричат друг на друга, оскорбляют друг друга, бьют, поджигают что-то. И вот знаете, я сейчас вам покажу фрагмент небольшой из этого фильма, где уже участники конфликта доходят до совершенно ужасного состояния. Давайте посмотрим. Пациент с ожогами. Высокой степени тяжести. Привет. Как ты там? Тебе хорошенько поджарило, да? Ну, ты поправишься. Апельсиновый сок и хочешь? Где-то тут трубочка есть. Тихо, тихо. Не надо плакать. Все будет хорошо. Прости меня, Уэлби. Мы знакомы? Прости. А за что ты извиняешься? Что я выкинул тебя в окно. Прости меня. Прости меня. Мне плевать. Не прекрати уже рытать. А то соль же свои раны разъешь. А я думал, соль для моих ран полезна. Я что, по-твоему, врач? Я что, по-твоему, врач? Я что, по-твоему, врач? А-а-а. ПО-твоему, врачи. Звучит меня. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы с вами, друзья мои, как верующие люди, мы призваны не поддерживать в обществе вот эту круговорот ненависти. Потому что даже смотреть вот на это тяжело, а не секрет, что многие из нас живут в таком. Живут в этом вечном каком-то злобе, в агрессии, вот в каком-то войне, во вражде. Это происходит и дома, и может быть на работе, где угодно. Так вот, давайте мы, как верующие, станем с вами тем звеном цепи, на котором прекратится вот это движение вот этого агрессии, злобы, хамства. Ты скажешь, ну я человек такой не публичный, не общественный, не влиятельный, ко мне репортеры не ходят, не берут интервью, у меня нет миллионы подписчиков, что я могу сделать? Но у тебя есть свое окружение, какой бы ты ни был, там неизвестный, малоизвестный, все равно мы связаны с кем-то, можно сказать, напрямую. И каждый человек может сказать прости, каждый человек может обнять, каждый человек может просто улыбнуться, каждый человек может не своровать, не ударить ребенка, не изменить своему мужу или жене, не сделать аборт и так далее. И вот этим ты делаешь весь мир лучше, благодаря тому, что мы все связаны вот этими огромными сетями, мы все связаны, мы все едины здесь. Хорошо, а если не получается? А вот если не получается, ты хотя бы осознай, что ты это делаешь и прокладывай новые пути в своем мозгу. Аминь? Скажите аминь на это. И вторая, да, вторая, вот второй пункт моих рассуждений, это то, что странники, они ни к чему не привязываются. И здесь я хочу вспомнить другого путешественника, которого вы точно все хорошо знаете, это апостол Павел. Вот уж кто был путешественником и в том мире, и в этом, то есть и снаружи, и внутри. Он очень много, вы знаете, ходил, да, по всей Азии ходил, без конца у него были миссионерские путешествия. Так же точно он умел путешествовать внутри, в духе. И это был тоже очень, очень такой эффективный, результативный путешественник с откровениями, с мистическими разными прозрениями. Слава Богу, что он поделился этим всем с нами. Слава Богу, что у него вот хватало еще усердия все это записать, и мы теперь можем читать и сверять свои маршруты где-то. Он как будто карты нам оставил. То есть Павел был духовным пилигримом, и он был настолько опытным пилигримом, что мы можем ему доверять. И он говорит во втором Коринфянам 4, 18, он говорит, друзья, вы должны смотреть на невидимое. Важнее смотреть на невидимое, чем на видимое, потому что невидимое вечно, а видимое временно. Вот меня вдохновляют эти слова, очень сильно вдохновляют меня, потому что мы понимаем таким образом, что наши внутренние путешествия, они гораздо важнее, чем внешние. И вот у всех путников, видите, он говорит, видимое временно. У всех путников очень развитое это ощущение временности всего происходящего вот в этом мире. Потому что вокруг них все меняется. Они понимают, сегодня одно, завтра другое. А когда мы живем на одном месте, как большинство, я думаю, из нас, нам кажется, что ну вот так оно все и будет. И сегодня у меня там квартира, и завтра, и так и будет все это. Может быть, так будет всегда. Но мы не замечаем, точнее мы не хотим замечать, иначе бы нам было очень тяжело на самом деле жить. Мы не замечаем, что вокруг нас каждую минуту все неуловимо меняется. И меняемся мы сами. Потом так посмотришь на себя лет через десять в зеркало. Ооо, как же так? Как я так изменилась? Вот. Это все происходит незаметно, правда? Ну вот теперь ответьте на один мой вопрос. Как вы думаете, что общего было между Павлом, апостолом Павлом, и Джеймсом Холманом? Вопрос на засыпку. У Павла что было? Ну, подожди, мы до этого дойдем. Еще одна такая общая черта. Хорошо, скажу сама. У них не было жен. Ни у того, ни у другого. А, так вот они почему такие путешественники. Они могли ходить, куда хотели, когда ходили, возвращались. И никто им даже слова не сказал. А если у тебя жена, да? Так вот у Павла вот есть такое место в первом Коринфянам? Послании первой Коринфянам. Если у тебя есть жена, то ты и думать не смей ни о каких путешествиях. А сиди дома и ублажай жену. Есть такое место? Да, места такого нет. Да мне вот подсказывают. Путешествуй с женой. Но Павел же был человек радикальный, правда? И он пошел дальше. И сейчас я вам прочитаю одно место из его послания. Первое Коринфянам. Не самое популярное место, честно скажу. Но мне придется его прочитать. Я вот что, братья. А, седьмая глава, двадцать девятый стих. Я буду читать по современному переводу РБО. А вы смотрите вот здесь. Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез. И надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. Те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно. Только не побейте меня камнями, пожалуйста. Это не против семьи сказано, да? Сейчас все мужья хлопнут дверью и скажут, я путешествовать. Ну, это... Павел не об этом говорит, да? Павел говорит, какую мысль он здесь подчеркивает, что время коротко. Что очень старые люди, они, оглядываясь назад, они говорят, как жизнь-то коротка. Как это все успело пройти так быстро? Вроде бы я жил столько лет, но я смотрю назад и вижу, что это было вот так. Такая она и есть, наша жизнь. Это у нас некоторые иллюзии, что все так тянется долго. На самом деле все проходит очень быстро. И Павел говорит, если ты, например, вот эти состояния, счастлив ты, да? Да будь ты как... Ну, это пройдет. Ты не сильно-то обольщайся, потому что счастье твое быстро пройдет. Если ты несчастлив, у тебя горе, это тоже пройдет. Если ты, например, радость от покупок каких-то, от приобретений, дома, машины, радость пройдет, и эти покупки тоже когда-то, да? Канут в небытие. Даже брак или наши отношения земные. Вот, на святое святых, да? Покусился Павел. Но это тоже временно. Вот эти отношения, да, пусть они даже самые дорогие для нас. Они временные. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы были без забот. Я хочу, как он в 35 стихе дальше говорит, я хочу, чтобы вы жили для Господа и ни на что не отвлекаясь, служили Ему. А как это возможно? Когда у нас много забот, у нас много земных забот, и у нас семьи. Да, это все у нас есть, и мы должны это все делать. Мы должны любить наших мужей или жен. Мы должны им уделять внимание. Мы должны строить эти отношения, правда? Но при этом, при этом, как же вот это все совместить-то? Я думаю, что если мы делаем какую-то работу, мы должны делать ее, как для Господа. И в наших отношениях всю нашу жизнь, это процесс долгий, это процесс, который действительно растягивается на всю нашу жизнь. В наших отношениях мы должны преобразовывать их каждый день любовью Божьей. И на самом деле очень легко проверить, а вот на каком уровне ваша вот любовь, например, вы любите кого-то, например, у вас муж, или там дети, не знаю, или родители, ну, ваши близкие отношения, вот на каком уровне преобразования, что ли, они находятся. Просто проверить. Если вы большую часть времени вот эти отношения доставляют вам какие-то страдания, мучения, страхи какие-то, ревность, вот Санта-Барбара сплошная, то это, это вот не та любовь, это любовь эгоизма. И чем больше эгоизма в наших отношениях, тем больше страданий. Потому что любовь Божья, она не так себя ведет. Любовь Божья, во-первых, не ищет своего, да, и она изгоняет всякий страх. То есть, по сути, нам нечего бояться, нам нечего так заморачиваться на вот эти отношения, на вот эти вот какие-то житейские неприятности. Потому что надо всегда помнить, мы странники, мы уйдем с этого места, и это все перестанет быть. Павел пишет, не погружайтесь целиком в ваши земные дела. Вы можете сказать тоже на это аминь. И периодически надо вообще отпускать все заботы. Надо просто оставаться один на один с Господом. И именно так мы с вами вот смотрим на невидимое, значит, на вечное. Именно так мы совершаем свое духовное путешествие. И вот я подошла к третьему моменту, это путешественники, странники, они идут вглубь. Настоящие путешественники. Вот подумайте сами, в духовном мире мы все как слепые. Мы вот идем куда-то и не понимаем куда идем. Мы смотрим на что-то и не понимаем на что смотрим. Ну, у нас есть такой орган как духовные глаза? Ну, есть. Вы знаете, где они находятся? Ну, они, конечно, есть. Где-то у внутреннего человека там есть внутренние глаза. Но даже вот эти глаза очень подслеповатые. Потому что тот же Павел пишет, вот смотрим но все как-то гадательно. Все как через тусклое стекло. То есть ясно ничего не видим. Вот такие условия мы помещены здесь на земле. Нет у нас духовного такого зрения. Есть дары, да, духовные, которые помогают нам, вот пророческие, которые помогают нам получать слово знания, слово мудрости. Мы как бы такими озарениями вдруг видим, что там, да, в духе. И как все должно быть. Но все равно постоянно мы не можем двигаться, да, вот в этом. Вот что прямо каждую минуту ты видел ангелов, разные там битвы в духе. Нет, это все как-то от нас сокрыто. Вот. И благодаря тому, что мы не очень там хорошо ориентируемся в духовном мире. Ну вот представьте, если бы вы были слепым человеком, да, здесь, в физическом, вам бы было комфортно, вот, например, ходить по улицам. Не очень, правда? Есть даже такие, такой ресторан где-то у нас, ну и я думаю, не только у нас в городе, где предлагают людям побыть слепыми какое-то время. Они полностью убирают свет, и люди, вот они просто, им нужно пообедать. без, вот без этого, без того, чтобы полагаться на свои глаза. Это очень тяжело. Ты вообще себя чувствуешь каким-то младенцем, который ничего не умеет и ничего не может. И, конечно, человеку не очень комфортно это состояние, поэтому часто люди вот не хотят идти вот в эти духовные сферы, им там некомфортно, потому что мы привыкли полагаться на зрение. Друзья, мы даже не представляем часто, до какой степени мы полагаемся на наши глаза. И вот на что мы смотрим, тому мы и уделяем большее внимание. А сейчас, в наше время, нас заставляют еще больше полагаться на глаза, потому что у нас очень много визуальной информации, очень много. Это и социальные сети с постоянными этими фотографиями, видеороликами, фильмы становятся все зрелищней, компьютерные игры становятся все реалистичней. Мы постоянно заняты рассматриванием чего-то. И когда эта информация попадает в наш мозг, он тратит такой огромный ресурс на ее обработку, что практически все остальные чувства, они подавляются. и получается, что мозг как бы наш сейчас сидит на игле вот этой визуальной стимуляции, и он не хочет с нее слезать. Люди, которые привыкли постоянно что-то смотреть, они не хотят никаких других видов стимуляции. И я вам скажу, вы опасайтесь этого, пожалуйста, и своих детей берегите вот от этой постоянной загруженности именно через зрение. Нужно читать, нужно слушать музыку, нужно рисовать, сочинять что-то, воображать, но только не постоянно что-то смотреть. И очень хорошо брать вообще посты от всего того, что можно посмотреть. Посты, то есть абсолютно ничего в эти дни не смотреть. несмотря на то, что у вас какие-то ломки могут быть. Вот самое идеальное это было, конечно, выезды тишины. Когда мы там на 7 дней буквально становились и слепыми, и глухими, и что немаловажно немыми, особенно для женщин. Просто мы отключали свои чувства, не на что там было смотреть, нечему там было как-то поступать в наш мозг нового, и нам ничего не оставалось, как идти внутрь. Это было единственное наше занятие. Ну, кроме как покушать еще. На протяжении 7 дней мы шли внутрь. Мы уходили туда и смотрели на 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 то, что как там движется Господь внутри нас. И даже апостола Павла Богу пришлось перезагрузить таким путем. Вы помните, да, в 9 главе Деяний описано на случай, радикальный и очень деятельный Павел, он был убежден, когда он был убежден, что это правильно, он просто кучу энергии тратил на это, чтобы сделать это. Он готов был нестись на край света, чтобы сделать то, что он считал нужным. И он шел в Дамаск, чтобы, вы знаете, расправиться с христианами. И вдруг он переживает встречу с Господом. И так она его потрясла, что написано три дня после этого он ничего не видел, ничего не ел и ничего не пил. У него наступила физическая слепота. И я думаю, за три дня у него было очень увлекательное духовное путешествие. Он стал другим человеком после этого. Он открыл для себя такие новые пути. Он смог воспринять новое послание от Господа. И мы знаем, какое благословение это стало для всего христианского мира. И даже для нас с вами сейчас. И чтобы совершать вот эти духовные наши путешествия, наши внутренние странствия, нам нужно, так как мы с вами не очень там на самом деле зрячие, нам нужно освоить вот этот метод духовной эколокации. То примерно, что делал Холман в физическом мире. Тук-тук-тук, несколько шагов, тук-тук-тук. Вот этим тук-тук-тук, я думаю, в духовном мире должна стать молитва. Когда мы молимся, неважно какой молитвой, эта молитва может быть вслух или про себя, тихая молитва, главное, чтобы она была сосредоточена на Господе. Когда мы молимся, мы как бы посылаем какой-то сигнал в духовный мир и прислушиваемся, прислушиваемся к ответу. Как там, какая реакция идет оттуда? И вот эти вот ответы из духовного мира, когда мы уже многое времени этим занимаемся, мы начинаем их правильно истолковывать. У нас получается такая привычка уже к этому, такая практика. И тогда мы можем уже ориентироваться в духовном мире. Не надо этого бояться. На самом деле Господь ведет нас сам. Он ведет нас за руку, да, как сегодня Оля говорила. Он просто всегда готов нас подхватить, если мы куда-то не туда, если мы падаем, или повернуть нас на нужную дорогу, если мы куда-то свернули или заблудились, такое тоже бывает. На самом деле, если мы будем верно следовать за Ним, и вот все время получать эти ответы, сигналы из духовного мира, мы не заблудимся, мы не свернем, мы не свернем с правильной дороги. И я считаю на самом деле, что внутренние путешествия гораздо важнее, чем внешние, потому что когда мы путешествуем во внешнем мире, мы ищем то, что нам не хватает здесь, вовне. Например, едем там на море, потому что здесь нам не хватает солнца, там мы его получаем. И многие такие вещи. Мы ищем там какие-то впечатления, разнообразие, но когда мы путешествуем внутри себя, когда мы вот это имеем время с Господом, вот это внутреннее созерцание, мы ощущаем полноту внутри себя, мы можем найти там единение с Господом, стать одним Духом с Господом. Неужели это не более важно и не более величественно? Я хочу последнее место прочитать из Священного Писания, это послание к евреям, 11 глава, 13 стих. Здесь говорится о героях веры. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему им Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Поэтому, друзья, ободряю сегодня вас не быть просто какими-то туристами, но быть настоящими странниками, которые идут вглубь, и они находят там самое драгоценное, они находят там Иисуса Христа, они находят там Его крест, Его распятие, Его смерть за нас, Его воскресение, они постигают это не зрительным, поверхностным каким-то восприятием, они это постигают откровением, откровением, и я вот хочу обратиться к тем, если ты не знаешь, ты первый раз здесь никогда не встречался с Иисусом, я желаю тебе познать и получить это откровение, и познать Иисуса, как апостол Павел говорил, я все остальное почитаю за ссор, кроме познания Иисуса Христа, все остальное, потому что все это пройдет, вот все, что сейчас, на что вы смотрите, что вас ужасно огорчает, или ужасно радует, даже те, кого вы любите, это все кончится, но он не кончится никогда, это как раз та основа, та фундамент для нашей души, где мы можем чувствовать себя наконец спокойно, не в постоянных изменениях, не в постоянном ожидании, ах, что-то случится, ах, сейчас вот случится беда или болезнь, а мы можем просто расслабиться в его руках, он вечный, и нам ничего не грозит, слава Господу, и я хочу, чтобы мы, да, чтобы мы, слава Господу, давайте сейчас встанем и помолимся, я хочу, чтобы прославление вышло тоже, давайте встанем, и закройте глаза, чтобы вот это наше зрение не отвлекало нас, Господь, аллилуйя, слава Тебе, Боже, благодарим Тебя, что Ты сделал нас странниками здесь, что наша Родина на самом деле не здесь, что весь этот изменчивый мир, он не наша Родина, не наш настоящий дом, но что наша Родина на небесах, там, где Ты, и сейчас мы можем видеть ее где-то в своем духе, мы можем идти этими духовными путями и получать ответы, получать здесь помощь и подкрепление, но мы всегда должны знать, что наш настоящий дом там, чтобы мы не были привязаны, чтобы мы не вцеплялись в эту жизнь, чтобы мы не уделяли слишком много внимания тому, что происходит здесь, но чтобы мы всем своим сердцем и всем существом стремились к Тебе, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Господь. И я прошу Тебя, пусть всякие разные страждущие сердца, все, кто сегодня пришли сюда с каким-то с печалью, с с одиночеством, с подавленностью, чтобы Ты коснулся их сейчас, они получили утешение. Они получили утешение, что не может здесь все быть хорошо на этой земле, иначе нам не хотелось бы никуда с этой земли, но здесь всегда что-то будет происходить, и наша задача просто идти дальше, оставлять это, идти дальше, забывая заднее простираться вперед в почести Вышнего Звания во Христе Иисусе. Да будет Тебе вся хвала и слава. И давайте еще возьмемся за руки сейчас. И как будто мы вот эти цепи, как будто мы... Вы когда-нибудь видели, чтобы люди так брались за руки в жизни? На самом деле бывает иногда только вот какие-то очень такие сильные концерты или что-то, и люди как-то чувствуют, что они объединились, да? Но здесь в церкви мы можем вот так взяться за руки и физически образовать вот эти цепи, а эти связи есть между нами и так, без наших рук, ну просто мы их так лучше ощущаем. Давайте помолимся еще так вот, да, друг за друга. Господь, мы просим Тебя, Боже, чтобы мы всегда ощущали, что каждое наше действие здесь, каждая наша даже мысль она имеет свои, она имеет распространение на других людей, на тех, кто рядом, Господь. Не позволь нам ни их судить, ни об их думать ошибках и прегрешениях, но думать о том, как я тут себя веду на этой земле, что я думаю, что я думаю о своем ближнем, что я желаю своему ближнему, думаю ли я какие-то, замышляю ли я против него какое-то зло или делаю его неосознанно. Боже, помоги мне понять, что каждое мое абсолютно действие, оно имеет свои последствия, оно распространяется на тех, кто рядом. Господи, помоги нам быть этими звеньями в цепи среди тех, с кем мы связаны, которые несут любовь Божью, а не злобу, а не какое-то коварство. Помоги, Господь, нам быть чистыми перед Тобою. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благослови всех, кто сейчас стоит, Господь, пред Тобой с открытым сердцем. Как дети, Господь, мы пред Тобою открываем свои сердца и хотим на самом деле быть праведными и чистыми перед Тобой, Боже. Да будет Тебе вся хвала и слава, Господь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok